всем привет второй мой выпуск и после первого выпуска мне сделали небольшое замечание что у меня очень скучный фон поэтому нужно сказать я решил как бы сделать его повеселее во время дрессировки так скажем во время сдачи экзамен и испытаний так что исправляемся второй ролик о том как правильно выбрать себе инструктора и дрессировщика для вашей собаки желательно тоже сделать до того как у вас появилась собака в доме так скажем семье здесь есть несколько вариантов первый вариант это вы в интернете смотрите выбираете читаете какие-то комментарии да смотрите видео работы человека которому вам визуально понравится или же вам рекомендуют собачники какие-то друзья которые уже прошли этап обучение собакой очень довольны о правильности выбора сказать сложно здесь повезет не повезет и покажет это только время так как первая любовь поэтому вы выбираете и начинаете работать анализируйте смотрите по вашей собаке самое главное чтобы внутри вы чувствовали что действительно вам этот человек подходит и никакого внутреннего конфликта не было о том что во время обучения что-то вот что-то внутри вы чувствуете что-то не так если все ложится вы получаете удовольствие от занятия вам все понятно вы никакие никакого конфликта внутри вас не происходит значит все хорошо значит инструктор действительно вам подошел ну и конечно для опять же если мы говорим для начальной обучающей дрессировки там сочинка это достаточно просто если мы говорим о каких-то уже серьезных дрессировках там таких нормативных каких-то тут тут уже нужно подходить более профессионально здесь нужно выбирать инструкторов которые действительно имеют учеников которые сдавали издают экзамен у этих людей или сами выступающие спортсмены поэтому ребят всем удачи до следующих до следующих встреч